В феврале в городе открыли новое производство предприятия Точинвест ШЗМК. В него уже вложено полтора миллиарда рублей. Планируют инвестировать еще 2,5 миллиона долларов. Шадринский завод металлоконструкции был построен в 2007 году. Основной профиль изготовления металлоконструкции для объектов энергетики, промышленного и гражданского строительства. Из-за непростой экономической ситуации, сложившейся на предприятии, в 2014 году была введена процедура банкротства. В июне 2015 года было открыто конкурсное производство. В мае 2017 года завод приобрела группа компаний Точинвест и стартовала реализация инвестиционного проекта по модернизации производственных мощностей. Действительно в рекордные сроки предприятие было запущено. Это в первую очередь благодаря опыту самого предприятия и активности местных отзывов. В рамках открытия нового производства на заводе подписали специальный инвестиционный контракт. Работа над ним шла почти 4 месяца. Это второй специальный инвестиционный контракт, заключаемый Курганской областью с инвестором. Такой инструмент поддержки инвестиционной деятельности был введен законом Курганской области о промышленной политике. Документ скрепили подписями губернатора Алексея Кокорин, глава Шадынска Людмила Новикова и гендиректор предприятий «Имущественный комплекс ШЗМК», «Точинвест ШЗМК» и «Точинвест ЦИНК» Илья Болотов. Это методика, которая способствует привлечению инвестиций и стимулированию инвестиций предприятия. И, естественно, там есть обязательства самого предприятия, есть обязательства субъекта и обязательства муниципального образования. Но если сказать о нашем городе, то в этот специнвестконтракт мы предоставляем им льготу по семейному налогу 50% на 10 лет вперед. Специальный инвестиционный контракт правительство области утвердило на своем заседании. Директор Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов отметил, что реализация проекта позволит возобновить деятельность предприятия и достичь к 2020 году объема производства до 32,5 тысяч тонн металлоконструкций. Также по условиям контракта инвестор обязуется вложить в проект не менее 380 миллионов рублей и создать 315 рабочих мест. Отчисления в бюджеты всех уровней должны составить около 390 миллионов рублей. Также планируется, что за время действия контракта будет выпущена продукция на 14 миллиардов рублей. Правительство области со своей стороны утвердило налоговые меры – обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, снижение налога на прибыль до 13,5%. Все предприятия, вновь создаваемых, это принципиально важно. Мы специальные инвестиционные контракты инициируем только на тех предприятиях, где достаточно серьезный уровень производства, где идет импортозамещение, где объемы. Вы понимаете, что открыт новый миллиардник. И для таких предприятий на сегодняшний день это может быть даже ключевой элемент. Александр Константинов добавил, что крупные предприятия – это наиболее уязвимая часть промышленного производства, а мелкому бизнесу легче маневрировать. Поэтому контракт для Точинвест-ШЗМК будет серьезной поддержкой. Подписание таких спецконтрактов – это новый механизм работы по привлечению инвестиций в предприятие. Первоначально в производство было вложено свыше миллиарда рублей. Я могу сказать, что мы планируем еще инвестиции сюда порядка 200-2,5 миллиона долларов, для того, чтобы закончить полную линейку производства всех видов металлоконструкции, которые будут присутствовать как в дорожной отрасли, как в гражданском промышленности. Таким образом, в Зауралье появится еще одно предприятие – миллиардник. Это дополнительные доходы в бюджет города и области, а также возможность для предприятия вести социально ориентированную деятельность. Таких предприятий в области не одно. Компания «Точи невест» высоко социально ориентированная. Это не просто налоговые отчисления, но это и благоустройство прилегающей территории, это участие во всех городских и общеполосных мероприятиях. Для Шадринска, как и в целом для Курганской области, открытие нового производства – знаменательное событие. Это вложение в экономику, дополнительные налоги и, конечно, создание рабочих мест. Запуск такого предприятия показал, что наш регион привлекателен для инвесторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова